Русские перцы! Сегодня утром! В Москве 10 часов 6 минуты, это Звездная Пятница, в гостях у нас Маша Вебер. Вот она! Привет, Маша, доброе утро! Доброе утро! Ну, тебя кто-нибудь уже сегодня разыграл в связи с 1 апреля, может быть? Нет, еще, все спят. Все спят, да. Вообще никто не разыграл, что ли? Нет. Точно? Вы сейчас будете меня разыгрывать. Ни в коем случае. Нет, мы не будем, мы хотим поговорить по-серьезски, там, про работу, про творчество, про жизненные планы и так далее. Кстати, почему на ближайшем, вот недавно прошел это самый Оскар, ну и тебя объявляли там, а ты не вышел на сцену. Что за хрень, скажи мне, зачем? Почему? Why? Вот. Это все, на этом розыгрыше все закончили, чтобы вы понимали, честное слово. Даже не знаю, что сказать. Ты больше так не будешь, типа, я приеду, обязательно получу Оскар, Грэмми и все остальное. Вот так вот. Господа, дамы, товарищи, люди, братья. А сегодня в гостях на русском радио Маша Вебер присоединяйтесь к трансляции. Маша, ты знаешь, тут эксперты составили, ну, некий такой рейтинг, список. Давай поиграем. Они решили определить, что из себя человек представляет по тем частям тела, что он начинает первым в душе мыть. Вот давай, я тебе без вариантов. Вот ты, когда заходишь в душ, ты что первое начинаешь намыливать? Лицо. Лицо. Мытье лица в душе перед остальными частями тела означает, что человек любит деньги. Вау! Ну что, совпадает? А почему вас, Марик, перечисляете дальше? Любить деньги, это не так плохо, главное не быть зависимым от них. А вторая часть тела, это, наверное, голова. Голова, 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 голова. Безнадежные романтики в первую очередь моют голову. Ну, то есть, понимаешь, у тебя вот как в тебе это сочетается? Прекрасно. Безнадежный романтик, который любит деньги. Голова мы еще не видели, да, действительно так. Агаринка, а ты не останавливайся, у нас 50 минут еще, давай, какие там дачи. Мне кажется, про Машу мы уже все поняли. Как? Самая крупная сумма, тогда, раз уж ты любишь деньги, как мы выяснили, самая крупная сумма, которую ты зарабатывала и на что ты ее потратила? Можешь даже тогда не называть там напрямую, просто скажи там, была куплена машина, квартира, не знаю, путешествия. Вот так за раз? Да, за раз. Разово? Да, да, единоразово, да, да. Ну, вот прям, чтобы заработала сразу сама. Вот прям дальше, вот видела, у тебя куча бабок, и вот на что ты ее сливаешь сразу? Честно, не так много по меркам артиста. За один день я заработала 600 тысяч. 600 тысяч? Это хорошая сумма, ты что это? Это хорошая сумма. Причем это у меня было два выступления. Прекрасно. И я их потратила... Так мы узнали, сколько стоит твое выступление. Два выбора, пожалуйста. На что ты потратила? Я потратила частично на отдых в Таиланде с ребенком, купила что-то важное в дом. Ну, то есть не... Ну, и что-то на вещи. Потратила на удовольствие. Ну, и хорошо, давай, вчера был такой нестандартный, вчера же был праздник День Декольте. У Маши Вебер есть повод праздновать этот праздник от всей души. Потому что, ну, настолько красиво у тебя Декольте, что все, кто пока еще не присоединился к нашей трансляции, не закрывай. Я, на самом деле, я его надела Декольте, чтобы показать всем, кто видит нас под трансляцией, мои украшения. Не-не-не, нормально, нормально. Человек любит деньги, все нормально, которые я сама делаю, делаю кошельки. Умничка, умничка. Сегодня у нас в гостях Маша Вебер, Звездная пятница, Звездный блиц. Да. Раз мы так лихо начали. Да, Маша, у нас несколько вопросов, ты можешь отвечать коротко, можешь длинно отвечать, главное честно. Как тебе хочется, да. Первый вопрос такой, лучшее решение, которое ты приняла в этом 2022 году? О-о-о. О-о-о, конечно, нет, у нас серьезный утренний шоу. Я не помню. Это тоже принимается как ответ. Не помнить, это тоже ответ, знаете ли. Ладно, проехали. Слушай, а в чем сила женщины? В ее слабости. Ну и в Декольте, конечно. Так просто быстрее, да? А мужчина? В его силе. А в чем сила выражается мужская? В правде, Галь. В мозге, в мозге, в мозге. Хотя вообще по факту случалось, что тебе и подруге какой-нибудь нравился один и тот же мужчина. И что вы в итоге сделали? И где этот мужчина? Ну, случалось, что подругам нравились всегда мои предпочтения. Серьезно? Бывшим. Да. Дружишь с ними? Бывшим подругам. С подругами сейчас с этим? Да, вряд ли. Правильно. Какой самый лучший подарок, который ты себе когда-либо сделала? Автомобиль, может быть. Самая сексуальная часть тела Маши Вебер – это глаза. Ух ты. Я, кстати, на самом деле… А чем покраснел? Я? Я, да, ну просто… Понятно. Я даже не знаю, слов не найду, понимаешь? Мужик. Ночная причуда же есть у тебя какая-нибудь? Ночная причуда? Да. Ну что ты делаешь? Я, например, встаю ночью и иду к холодильнику. К холодильнику. Это песня под названием «Моя любовь», которую мы очень хотим послушать. А чего там послушать? Представить ее слушателям Русского радио. Пару слов от тебя, Маша, как о творце. Ну что, я безумно люблю эту песню. Это моя самая первая песня, музыку, которую написала я. Такой мой первый опыт, поэтому я ее очень-очень люблю. Я надеюсь, что слушателям Русского радио она понравится. Шали, шали. Не-не-не, ну что, ну вот теперь весна. Базар, нет, теперь весна. Прекрасная песня, премьера песни здесь в эфире Русского радио от Маши выбор «Моя любовь». Маш, а ты испытывала хоть раз же, да, такие чувства, наверное, вот когда, ну прям сердце рвется от любви? Ну вот знакомо тебе это состояние? Тебе оно нравится или наоборот? Мне кажется, я родилась уже с этим состоянием. А ты напомни, кто по гороскопу? Телец. Телец. Ну в принципе ты такой, достаточно должна быть приземленной, то есть не любит, пойдешь следующего искать, нет? Да нет. Телец, они такие, если влюбился, то сразу и навсегда, и сильно-пресильно. Вот так каждый раз. Телец молодец. Да. Можно привязать батарею, чтобы никуда не ушел. Ну все, все и такое. Ну давай мы с тобой еще поиграем. Самую малость у нас называется игра «Правда или нет?» Да. Там только да, либо нет, либо да, либо нет. Окей. Первый вопрос. Правда ли, что Владимир Пресняков летает только на самолетах со стюардессами по имени Жанна? Нет. Ну конечно нет. Ну ему вообще не принципиально. Да, потому что главное, чтобы пилот был с опытом. Вопрос номер два. Правда ли, что Денис Клявер и пачка Геркулеса неразлучные друзья на гастролях? Да. Откуда ты знаешь? Мне кажется так, потому что он в хорошей форме, и значит он ест много каши. Огощал. Понятно, понятно. Да, он же Зош, это правда. Он рассказывал об этом. Правда ли, что Дима Билан в детстве выращивал на подоконнике грибы? Мне кажется нет. Ну давайте уточним какие. Грибы-волнушки. Волнушки. Серьезно? Да, да, да. Ну вообще это правильный ответ. Он не выращивал. Но Дима Билан в одном из интервью рассказывал, что выращивал укроп и петрушку, а потом продавал. Да, да, но продавал не как укроп и петрушку, а гораздо дороже. А правда ли, что Полина Гагарина перед сном всегда напевает свою песню, спектакль окончен, гаснет свет? Наверное неправда. Это неправда. Каждый день же не будешь свои песни напевать. Почему? Ну это странно. Есть такой артист Алексей Чумаков. Правда ли, что он отхватил себе в жены блестящую артистку? Правда. Конечно, Юлий Ковальчук. Да, все правильно, бывшая солидка группы. Блестящая, да. Так. Правда ли, что Маша Вебер высшее шоу-бизнесовское образование, как и большинство звезд, получила на фабрике? Нет. Что значит нет? Что значит высшее? Высшее образование. Высшее шоу-бизнесовское? А, да, ну тогда да. Но не оконченное. Не оконченное. Не оконченное. А не оконченное высшее. Хорошо. Большой привет тем, кто слушает Русское радио. Это «Звездная пятница» и у нас сегодня в гостях Маша Вебер. Маша, вчера авторитетный источник составил список самых популярных языков в мире. Вот наш русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира. Вот ты сама оцениваешь, ты человек, который пишет песни, у тебя богатый словарный запас? Честно говоря, я думаю, что нет. Для написания песен не богатый, потому что я пытаюсь, когда какие-то стихи сочинить, то понимаю, что как-то бедненько, мне не нравится. Я недовольна. Благо, есть агрегаторы-рифмоплеты, которые помогают. Серьезно? Да. Ты можешь ввести какое-нибудь слово, и тебе подберут сотни слов, которые приходятся в рифму. Ну, потому что у тебя очень часто в песнях слово «любовь» есть. Слушайте, а придумайте рифму к слову «цутсванг». Что это? Это какая-то сложная комбинация. Цутсванг – это в шахматах, когда каждый твой ход делает тебе еще хуже. Ой. Поэтому, будь добра, в следующей песне добавь фразу «цутсванг» не ставлю всего просто. Цутсванг. Цутсванг, да. Ну, те, кто в шахматы играют, знают. На свете нету больше «ванг». Да. Извините, вырвалась. Лошадью. Лошадью, да. Сегодня в гостях на русском радио Маша Вебер. Маш, слушай, ну так холодно, да, у нас уже какой месяц. Вот ты как себя поддерживаешь в такие сложные дни? Что ты себе говоришь? Как ты себя мотивируешь? О, мне иногда бывает очень сложно, потому что погода, правда, и давление. Но ничего, беру себя в руки. Вот вчера пошла в спортзал в 9 вечера. О, в 9 вечера – это рекорд. Да, поняла, что, несмотря на плохое самочувствие, надо себя как-то растормошить. Кофеек пью, гречишный чай для себя открыла. Ой, гречишный чай. Да, очень вкусный и полезный. Редкий и дорогой сегодня. Ну, вы понимаете. Вот еще возьми гречишный чай, кусочек сахара туда, да, дорогого, и заверни, это все в лист А4, как бы, да, и вот так вот, вот, на! Да ладно, лист А4 уже подешевил. Я вот смотрю на известном сайте объявлений, то, что по полторы тысячи уже, все зачеркнуто, по 500 рублей, все уже, все, ажиотаж прошел. Все, уже не актуально. Ну и зря. Маша Вебер сегодня в гостях на Русском Радио. Маш, мы еще раз поздравляем тебя с премьерой песни, которая прозвучала у нас, очень красивая песня про любовь. Да. Да, очень уверенно понравилась. Казалось бы, ну вы вообще никогда про любовь не писала, правильно? А тут, на тебе, не было такого его. Знаешь, песен про любовь никогда не бывает много. Мы, Русские перцы, до 7 утра в понедельник с вами прощаемся. Антон Юрьев, Алексей Сегаев, Галя Корнева. Оставляем вас в компании Дмитрия Морозова. Ура, Маш, спасибо. Завтра, не пропустите, с 7 утра, главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Просыпайтесь, улыбайтесь.